Что нужно знать о рекламных конструкциях? Эта тема стала поводом для встречи в Управлении Федеральной антимонопольной службы России по Карачаево-Черкесии с представителями органов местного самоуправления районов республики. На совещании обсудили, как законно осуществить установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Альбина Ламкова продолжит тему. Основная задача рекламной конструкции – привлечь внимание как можно большего количества людей, отличная возможность повысить узнаваемость бренда и поиск новых клиентов – результат ее установки. И, несомненно, помогает бизнесу примелькаться и запомниться целевой аудиторией. Если логотипы и фирменный стиль компании видны на улице, люди поневоле ее запомнят. И, конечно, такая реклама работает, но при этом есть правила. К сожалению, их нарушают. Поэтому Федеральная антимонопольная служба поручила провести данное мероприятие, где и разъяснили, как это сделать по закону и не нарваться на штрафы. Надо сказать, что контроль за наружной рекламой в республике проводится на постоянной основе. Тем самым, УФАС по Карачаево-Черкесии обеспечивает равные условия для всех предпринимателей. Во избежание этих ошибок, муниципалитеты обязаны утвердить и опубликовать схемы размещения рекламы, чтобы предприниматели могли ознакомиться с ними и участвовать в торгах. В 2015 году законом 43 РЗ полномочия были переданы по утверждению схемы размещения рекламной конструкции, а также по выдаче разрешений, аннулированию разрешений и демонтажу самовольно построенных рекламных конструкций, переданы в адрес Минстроя. Но за исключением мэрии и муниципального образования города Черкеска. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте является основанием для отказа в выдаче разрешения на их установку и эксплуатацию. Мы довели до сведения органов власти о том, что неисполнение данной обязанности является нарушением статьи 15 закона о защите конкуренции, которое подразумевает под собой запрет на осуществление действий со стороны органов власти по ограничению конкуренции. С выдачей соответствующих санкций со стороны антимонопольного органа. В частности, это предупреждение. На совещании Нус Матакаев еще раз напомнил, что неисполнение предупреждения – это признак нарушения закона о защите конкуренции. Затем участники встречи озвучили замечания и предложения по усовершенствованию практик, которые будут учтены при дальнейшей работе по усилению контроля на рынке распространения наружной рекламы. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова